Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Сегодня хочу сделать обзор на Нину и Вовчика «Пиратская жизнь». Мне поступают просьбы сделать на них обзор. Ну вот я решила посмотреть. Как-то давненько, может быть год назад, я их смотрела пару видео. И видео было из прогулки по городу, по их родному городу. И в общем не вызвало никакого негатива, но прошли так мимо и прошли. Но я всегда, как обзорщик, сейчас слышу на них очень много негатива и решила посмотреть сама, чтобы сделать свой обзор. Ну, действительно, действительно, они скатились в категорию фрики. Возможно, они там и были, просто я не смотрела их много. И что я вижу? Я вижу фрики, которые, ну, понятно, время идет, люди меняются. Нина, она выглядит очень хорошо, она ухоженная, она не старая, но я не знаю, сколько ей лет, возможно, около 40. Хорошо выглядит, лицо натянуто, но то, что под платьем, это, конечно, очень много килограмм. И я понимаю, что это отпечаток их жизни на YouTube, потому что постоянно жрать на камеру такими размерами – это, конечно, перебор. Ну, у нас они не одни, таких много. Мукбанг – это почему-то очень востребованное видео. Мне, конечно, такие видео, как мукбанг, вообще не нравятся. Ну, как можно жрать, чавкать, о чем-то говорить? Ну, и как все говорят, и как я заметила. Васька слушает, доест, а Нина прям вот песни поет, рассказы рассказывает. Ну, естественно, они ни о чем. Ну, о чем? Ежедневно по нескольку раз. Я посмотрела, доходы у них вполне приличные. Я озвучу чуть позже. И для меня было непонятно, потому что я глянула так просмотры. 19 тысяч, одно видео, 13 тысяч, 11. Особо больших просмотров нет. Но видео выкладывается 5 раз в день. Естественно, 5 видео по 20 тысяч, вот тебе и 100 тысяч в день. Прекрасные просмотры. То есть многие так делают. Судакова так делает, Костылева так делает. Несколько раз в день выкладывают видео. И за счет этого постоянные зрители их смотрят. Подписчиков у них, конечно, много. У Нины с Вовчиком. Но просмотры, какой-то костяк людей смотрят постоянно. И за счет этого они живут. На мой взгляд, конечно же, Нина трэшует. Она, конечно, постоянно хочет показать трэш. Ну, в общем, ремонт начали. И вообще квартира, как бы, впечатление производит нормальное. Но не помойка. Нина тоже там старается вроде бы так. Как бы все культурненько. Тряпки не валяются. Понимает, что она делает, что она снимает. Все как бы норм. Камерой, конечно, она не болтает во всю дурь. Как бы все это культурно у нее. Но все равно такой контент, такой разговор с мужем, Вовчик такой пришибленный маленечко. Ну, во всяком случае, то, что я видела. Конечно же, это трэш-контент. И многие любят такое смотреть. Что я еще посмотрела? Это покупка холодильника. Ну, конечно. И для меня это было, в общем-то, полезно и интересно. Ну, как бы я не собираюсь покупать холодильник. Но для общего развития было, ну, неплохо. Посмотреть, как они рассматривали холодильники. Не так, как бывает, показывают, блин, одну тарелочку. В общем, объем нормальный. Ну, конечно же, особых там технических средств у них нету для съемок. Они им и не нужны. Им так достаточно просмотров у них. Для такого контента, для такого трешника, конечно, норм. Ну, как, семья, возраст такой, не молодые, но еще и не старики. Ну, кто там особо будет смотреть? Такие же, вот, как я. Ну, чуть постарше, чуть помладше. Это тебе не Стас Аскет, который там тебя вообще накрывает, да? Своим ужасом. Поэтому таких, как 200 тысяч просмотров в день, у них такого, конечно, нет. Ну, и тем не менее, когда 5 видосов по 20 тысяч, вот тебе и 100 тысяч просмотров. В общем-то, это нормально. Но, как вы все знаете, я не люблю попрошаек, поберушек и прибедняшек. А у нас получается, что Вовчик и Нина – это три в одном. То есть, у них два канала. И на обоих каналах висят карты Яндекс, карта Теньков и Донаты. И где написано «Поможем, чем можем». Это для меня вообще неприемлемо. И то, что, когда была произведена покупка, как бы вскользь, как бы ненавязчиво, но было сказано, что это берется как бы на какую-то кредитную карту или рассрочка, там что-то так как-то непонятно. И опять было еще раз сказано, что у них есть 100 дней для расчета за этот холодильник. Ну, это, естественно, конечно же, ложь с ее стороны. То есть, мы хорошо живем, мы неплохо зарабатываем, но будем прибедняться. А это для меня как красная тряпка. Я ненавижу, когда люди прибедняются и выставляют донаты, если вы и так неплохо живете. Если вас и так неплохо кормят. Вот в чем вопрос. Не надо прибедняться, тогда вы не попадете в мой черный список и не получите от меня неприятных слов в ваш адрес. А раз уж вы так делаете, значит, вы недобросовестные. Значит, вы обманщики, такие же, как многие у нас на YouTube. Что у нас сейчас происходит? Никто не хочет показать правду, потому что она никому даром не нужна. Ну, в общем, реклама карты Альфа-банка прошла у нее, конечно, на ура. Я увидела видео, которое было посвящено завтраку и рассказам о карте 100 дней без процентов от Альфа-банка. Я понимаю, это реклама, может быть, она немножечко завуалирована, но, я думаю, точно оплачена. Поэтому, мои дорогие, пиратская жизнь взяла свой холодильник ни на какие карты, а за свои кровно заработанные на YouTube. Потому что такие деньги вдвоем, ну, не прожрать. И не просрать, я имею в виду, что ездят они сейчас немного, путешествуют. Поэтому, я думаю, что им на холодильник вполне хватает, потому что она очень продуманная дамочка. И брать в кредит или даже в рассрочку, что потом она когда-то расплатится, а вдруг не расплатится, это не ее вариант. Это только для того, чтобы вас немножечко позабавить, чтобы вам разбередить душу и сказать, что вот мы какие, у нас нет денег, мы бедные. Мы живем от зарплаты до зарплаты, даже если это зарплата от YouTube. Что дайте нам, дайте. Что карты у нас обоснованно висят на двух каналах. Мы все-таки не богатые. Где же нам? Мы же такие друженики. Работаем уборщиками, пашем и мало получаем. Короче говоря, эти два человека, которым по 40 лет, мужу, как я сегодня услышала на ее канале, 41 год. И они просто живут в свое удовольствие, ни хрена не делают, жрут, срут и покупают себе хорошие дорогие холодильники. Вот, пожалуйста. Хочешь хорошо жить, будь клоуном на YouTube. И будет тебе счастье и большие деньги. Так вот, мои дорогие, сейчас я вам озвучу финансовую часть каналов «Пиратская жизнь», «Нинна» и «Вовтик». Я думаю, что для зрителей самое интересное из всего обзора – это сколько же они все-таки зарабатывают и почему они прибедняются. Ну, почему они прибедняются, я уже сказала, чтобы вдруг кто-нибудь докинул донат, кто-нибудь докинул денежку, а кто-нибудь прислал посылочку. Я не смотрю этот канал, поэтому я не знаю, присылают ей посылки или нет, но во всяком случае донаты и карты у нее висят. Так вот, мои дорогие. Значит, «Нина» и «Вовчик» на двух каналах у нас заработали 4 355 000 рублей за все время существования канала. Расчет взят по состоянию на 2 декабря 2021 года. Как мы все понимаем, это в русских рублях, но зарплата идет у нас в долларах США. И, конечно, они же эти деньги снимали раньше и постепенно, но мы же не можем посчитать это на данный момент. Поэтому я озвучиваю сумму в том размере, если бы они сняли эти деньги единовременно и сегодня. Если брать в долларах, то получается, что на первом канале за все существование канала они заработали 51 000 долларов, а на втором канале за все существование канала они заработали 7 000 долларов. А за ноябрь месяц канал «Нина и Вовчик» «Пиратская жизнь» заработали 3581 доллар, что соответствует по состоянию на 2 декабря 2021 года 264 780 рублей. Поэтому, мои дорогие, эту сумму она получит, конечно же, 20 декабря, но у них просмотры хорошие. Например, за ноябрь их посмотрели 2,5 миллиона раз. Поэтому, мои дорогие, не верьте каналу «Нина и Вовчик». Все у них хорошо, денежки у них капают хорошие, просмотры у них хорошие. И для двоих людей, которые живут, в общем-то, скромно, нельзя сказать, что они прям икру красную ложками трескают. Поэтому все у них хорошо, и они, в общем-то, не транжиры. Поэтому денежку они копить умеют. А все эти рассказы про карту Альфа-Банка и 100 дней без процентов – это только лишь реклама. Ну вот, мои дорогие, такой обзор у меня получился на канал «Нина и Вовчик» «Пиратская жизнь». А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok